На Скорбещенском кладбище похоронено около полутора тысяч бойцов Красной Армии. Рядовые сержанты и лейтенанты покоятся вместе. И вспоминают о них, видимо, только по праздникам. Как мы можем видеть, кладбище русское воинское содержится в достаточно неплохом порядке. Но при детальном осмотрении непосредственно самих могил, самих мест захоронений, мы можем с вами увидеть множественные либо досадные ошибки, либо небрежные отношения, либо иногда кажется, что это откровенное издевательство над написанием имен погибших и похороненных этих солдат и офицеров. На очищенных от снега надгробиях можно заметить вопиющие орфографические ошибки. Например, фамилия Картошкин, написанная через латинскую букву. Или наоборот, нечитаемые имена. Встречаются и ошибки в датировании года рождения и смерти. Согласно им, Иван Лаврентьевич прожил около 142 лет. От некоторых солдат остались только фамилии, а других – год смерти. Вся остальная информация, скорее всего, покоится в архивах. За некоторыми, видимо, следят родные или однополчане. На надгробиях есть более точная информация, а также фотография. Скорее всего, о других и позаботятся некому. Буквы откалываются вместе с побелкой. Имена героев теряются не в веках, а прямо здесь, на их надгробиях. Сами захоронения проседают вместе с плиткой. Таких провалов на кладбище несколько. Василий Конов рассказал, что есть, возможно, еще одна проблема. Сам Скорбящинский мемориал создан в 80-х годах, в годовщину победы над фашистской Германией. Вот только никаких данных, по словам археолога, о расположении и местах захоронения бойцов практически нет. И неизвестно, действительно ли надгробия стоят на своих местах. Вопрос о воинском кладбище особый остров стал после Дня неизвестного солдата. Получается, что имена героев, которые стояли на защите Родины, могут быть забыты. Или потеряна вся информация о человеке. Где родился, в каком году умер, в каком звании был. Все это может потеряться не на арене боевых действий, а на кладбище, в месте, где они нашли свой покой. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.